Взрывы, поджоги и покушения на убийства. В Германии резко выросло количество преступлений против беженцев. В России хотят запретить слово «ватник». Кому не пришлось по вкусу популярное интернет-словцо. Клинтон скрыла миллион. Викиликс раскопал тайны, которые могут стоить ей победы на выборах. Светлое, темное, медовое. В Брюсселе выбирают самое вкусное пиво. У немецкого все шансы на успех. За 9 месяцев совершено 832 подобных правонарушения. При этом в подавляющей части атак полиция усматривает политические причины и считает, что их совершили праворадикалы. Люди, которые ненавидят беженцев, не останавливаются ни перед чем. В 144 случаях преступники применяли насилие. Полиция насчитала 63 поджога, 12 попыток взрыва общежития для беженцев и 4 настоящих взрыва. Ранее в мае федеральный министр внутренних дел Томас де Мизьер уже сообщал о росте числа преступлений против мигрантов. Их количество резко увеличилось еще в 2015 году, одновременно с началом миграционного кризиса. В прошлом году зафиксировали больше тысячи таких нарушений. В 2014 их было 199, а в 2013 всего 69. Около 300 беженцев вылетели из международного аэропорта Афин в Париж. Более полугода назад они подали прошение об убежище в Европе и только сейчас получили позитивные ответы. К сожалению, служба по предоставлению убежища не может обработать столько заявок. Чуть более 5000 человек были переселены в европейские страны. Греция недовольна таким количеством принятых беженцев. Ведь вместо запланированных на этот год 30 тысяч соискателей убежища, другие страны ЕС приняли и распределили между собой лишь 5000 мигрантов. Тем временем за последние три месяца в Грецию прибыли более 60 тысяч беженцев. Напомним, 20 марта было подписано соглашение между ЕС и Турцией. Его цель – сдержать поток беженцев в страны Европы. Так, мигрантов, которым откажут предоставление убежища в ЕС, будет принимать Турция. Однако в последние дни Анкара неоднократно угрожала расторгнуть соглашение. Турция недовольна тем, что ее гражданам до сих пор не предоставили возможность безвизового въезда в ЕС. В сентябре 2015 года в связи с миграционным кризисом страны Евросоюза договорились облегчить положение Греции и Италии. Ведь на территорию этих двух стран прибывает основная масса беженцев. Тогда лидеры стран ЕС решили принять и распределить между собой 160 тысяч беженцев. Итальянская береговая охрана спасла 130 мигрантов с переполненной резиновой лодки в Средиземном море. Подробности операции правоохранители не сообщили. Ранее Международная организация по миграции проинформировала, что в 2016 году в Средиземном море погибли 4220 беженцев. Это на 450 человек больше, чем за весь прошлый год. В октябре в Италии был зафиксирован наплыв мигрантов. На Апеннинский полуостров прибыли около 27 400 беженцев. Это больше, чем за два предыдущих октября вместе взятых. В целом в 2016 году 158 тысяч мигрантов прибыли в Италию по Средиземному морю. Мигранты опасаются, что вскоре спасательные операции в Средиземном море будет проводить Ливия и всех беженцев будут направлять в эту страну. Поэтому пытаются как можно скорее попасть в Европу, пока такая возможность еще есть. Ватников под запрет. Бывший телеведущий, а ныне депутат и вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил законодательно пресекать шутки о патриотизме. Петр Толстой озабочен тем, что в соцсетях часто иронизируют над патриотическими ценностями. И даже придумали для этого специальные слова. Например, крымношисты, ватники, колорады и православнутые. В этом депутат усматривает желание расшатать духовные скрепы и дискредитировать веру, семейные ценности и любовь к родине. По его словам, подобные попытки нужно пресекать. И причем жестко. Впрочем, какие именно меры для этого нужны, народный избранник не уточнил. В России уже действуют законы, которые позволяют привлекать к уголовной ответственности за публикацию и репосты. В блогах и соцсетях материалов, признанных разжигающими рознь, экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. В мировом рейтинге свободы интернета Россия находится на 49-м месте. Ее статус определен как несвободный. Рядом с ней в этом перечне Египет, Мьянма, Таиланд и Гамбия. Одна из причин этого – то, что в России заблокированы десятки тысяч сайтов. А ФСБ хочет расшифровать весь интернет-трафик россиян. Еще один предвыборный скандал в США. Фонд семьи Клинтон признал, что получил в качестве подарка миллион долларов от государства Катар. И случилось это, когда Хиллари Клинтон, теперешний кандидат в президенты демократов, занимала пост госсекретаря США. Клинтон не просто взяла деньги у иностранцев. Она еще и не сообщила об этом по месту работы. А значит, нарушила правила, обязательные для чиновника столь высокого ранга. В 2009 году Клинтон подписала соглашение по вопросам этики, разработанное с целью повышения прозрачности и недопущения влияния богатых жертвователей на внешнюю политику США. Она пообещала, что если иностранное правительство захочет предоставить материальную поддержку, передать эту информацию в Госдепартамент. Но когда два года спустя, в 2011-м, катарские чиновники пообещали дать денег на празднование 65-летия Билла Клинтона, мадам госсекретарь не стала уведомлять об этом своих коллег. Информация об этом нарушении всплыла только сейчас. В свободном доступе она появилась благодаря утечке через сайт Wikileaks. После представитель благотворительной структуры фонда семьи Клинтон Брайан Кукстра подтвердил, что фонд в 2011-м действительно принял пожертвование в сумме 1 миллион долларов от Катара. Спецслужбы США предупреждают. Накануне голосования на выборах президента штатов возможны теракты. Атакам могут подвергнуться Нью-Йорк, Техас и Вирджиния. Причем организовать их собирается, по данным разведчиков, не террористическая организация «Исламское государство», которая сейчас у всех на устах, а уже порядком подзабытая Аль-Каида. Источники в правительстве США в Вашингтоне пояснили, что власть собирает данные разведки о возможных терактах. Поэтому спецслужбы разослали представителям центральной и местной власти информацию об угрозе. Отмечается, что уровень угрозы низкий, о какой-то конкретике речь не идет. Но местные власти отнеслись к предупреждению серьезно. В Нью-Йорке усилены полицейские патрули. Телеканал CBS со ссылкой на неназванного представителя ФБР сообщил, что на федеральном и на региональном уровне происходит ежедневный обмен разведывательной информацией. ФБР работает в сотрудничестве с правоохранительными и разведывательными органами для выявления и ликвидации любой потенциальной угрозы общественной безопасности. Сильный пожар возник в одном из беднейших районов столицы Перу. По предварительным данным, причиной возгорания стала забытое одним из жителей свеча. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки. Как сообщили пожарные, огонь уничтожил около 300 домов. Более 500 семей остались без крыши над головой. Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Однако многие люди лишились абсолютно всего своего имущества. Работники экстренных служб пытались справиться с огнем более двух часов. Наконец им удалось локализовать пламя. Однако полностью потушить его они не смогли. Тем не менее, утром спасатели приступили к разбору завалов. В Брюсселе проходит международный трехдневный конкурс дегустации пива. 80 экспертов из 26 стран мира три дня подряд пробуют и оценивают хмельной напиток. Жюри предстоит выбрать самый лучший из них. Но это совсем не просто. Пивовары из 32 стран мира представили свои творения. Всего в конкурсе участвуют 1250 сортов пива. По словам организаторов конкурса, пивоваренные заводы стараются представить здесь самые лучшие свои сорта. Ведь награда этого конкурса считается одной из самых престижных в этой отрасли. Судьи определяют лучшее пиво в каждой категории. И пивовары стараются представить свои самые лучшие напитки. Ведь если они получат хотя бы бронзовую медаль, это уже высокий знак качества. Пропуск в мир отменного пива и высокая честь для производителя. Фаворитами пивных соревнований традиционно считаются Бельгия и США. В этом конкурсе свою продукцию представили 47 американских пивоваренных компаний. Бельгию представляют 65 заводов. В общей сложности в конкурсе принимают участие 400 производителей пива. Из Германии, Бразилии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Италии, Японии, Нидерландов, Португалии, Чехии и Великобритании. Их продукцию судьи оценивают сразу по нескольким критериям. Мы должны определить тот напиток, который обладает гармоничным сочетанием солода и хмеля, который имеет сбалансированный вкус. А еще важную роль играет сияющий золотистый цвет. Именно это критерии для определения лучшего пива. Всего в конкурсе 73 номинации. Поэтому без медали, золотой, серебряный или хотя бы бронзовый отсюда уезжают немногие. По данным Ассоциации бельгийских пивоваров, только в Бельгии сейчас выпускают продукцию около 200 пивоварень. А по потреблению пива на душу населения лидирует Чехия. 144 литра в год. На втором месте немцы 107 литров. И только за ними бельгийцы, которые в среднем выпивают 71 литр в год. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова